Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Многие из нас живут за городом, имеют дачные домики и в большинстве случаев у каждого из нас есть автомобиль, велосипед, мотоцикл. Я уже не говорю о мотоблоках, мотокультиваторах, газонокостилах, ну и конечно же садовые дорожки, которые периодически нуждаются в мойке. Вот как раз сегодня об одной из моек мы и поговорим. Это мойка от компании Nilfisk, модель называется Nilfisk Cora 125, то есть максимальное рабочее давление данной мойки 125 баррелей. Обзорчик будет сегодня немножечко нестандартный, кроме распаковки, сборки и теста мы еще разберем корпус данной мойки. Посмотрим комплектующий, из чего состоит, я думаю многим будет интересно. Сейчас я открою коробочку, все размещу на столе, мы посмотрим комплектующий и уже затем разберем корпус данной мойки. Поэтому давайте приступать, поехали. Так, друзья, это все, что было в коробке, все распаковал по отдельности, чтобы поближе вам показать. Здесь у нас сама мойка, шланг, ручка, крепление для колес, крепление для провода, два колеса, баночка для химии, крепление для пистолета, сам пистолет, трубка для пистолета и две насадки. Да, кажется все разбросано, но на самом деле собрать не составит никакого труда. Для этого нам потребуется всего лишь шесть саморезов, которые идут в комплекте. Давайте сейчас для начала разберем корпус, как я уже обещал, посмотрим внутренности, затем соберем, посмотрим в собранном виде поближе и пробежимся по техническим характеристикам. Так, чтобы разобрать мойку, нам нужно открутить восемь саморезов. Вот здесь три, с той стороны три и здесь сверху два самореза. Так, снимаем корпус. Ну и давайте поближе двигатель рассмотрим. Сейчас разберем. Так, все. Так, сейчас смотрите, здесь вот такая вот защита установлена. Ее снимаем. И теперь можно будет крышку снять. Так, вот наш двигатель. Обмотка здесь, смотрите, проволока какая толстая. То есть мощность двигателя здесь у нас составляет 1,4 киловатта, а сама помпа металлическая, что увеличивает срок службы данного аппарата. Полностью крышку не буду снимать. Как видим, здесь уже все мы увидели. Давайте собирать. Одеваем крышку. И одеваем защиту. Ну и закрываем крышку. Еще раз скажу, помпу разбирать не стал, потому что вытекет масло. Уже так все увидели. Двигатель собрана качество, обмотка хорошая, помпа металлическая. Так, собрали корпус. Давайте теперь приступим к сборке. Первым делом поставим колеса. Два вот таких крепления под колеса идут. Устанавливаются. И двумя саморезами из комплекта закручиваются. Теперь устанавливаем колеса. С одной стороны. Они на защелках идут. И с другой. Все. Теперь защитные колпачки можно установить. Тоже устанавливаются на защелках. Вот как все выглядит. С одной стороны. И с другой. Теперь прикрутим крепление для пистолета. Крепится на двух саморезах. Вот в этой части. Теперь устанавливаем ручку. Также крепится на два самореза. Теперь собираем крепление для электрического провода. Нужно резинку провздить через эту дырку. Делаем равномерный загиб. И помещаем вот сюда. Все. Готово. Теперь защелкиваем. Все готово. Провод теперь останется поместить. И вот таким вот способом зажать его. Все. Наш провод держится. Размещаем бутылочку для химии. Для нее тоже есть здесь специальное гнездо. Вот так она крепится. Теперь размещаем две насадки. Крепятся они вот в этих гнездах. Крепятся вот с таким щелчком. То есть мы не боимся, что мы их потеряем. Грязевая фреза. Ну и вот на этой фрезе у нас также еще имеется регулировка. Форма напора струи. То есть мы можем адаптировать под любой напор струи. Тоже так же со щелчком крепится. Что касается пистолета. Пистолет сделан добротно. Все плотненько сделано. Также имеется защита для детей. Допустим мы можем установить защиту и ребенок не сможет нажать на курок. То есть тоже очень хорошая функция. Все защелкивается. Все держится. Так. Удлинитель, трубку тоже крепить все легко. Вставляем. И проворачиваем. Ну и сама фишка, больше всего, которая мне понравилась, это быстрая смена насадок кликан-клеен. То есть берем насадку, к примеру данную, и защелкаем. Все, можем работать спокойно. Также здесь мы можем регулировать. И снимать тоже не составит никакого труда. Просто нажимаем на кнопочку и убираем насадку. Ставим следующую опять, допустим, и защелкиваем. Вот такая вот легкая система смены насадок. Друзья, ну и после сборки давайте затронем технические характеристики. Мощность мойки 1,4 кВт. Производительность 438 литров в час. Максимальное рабочее давление 125 баррелей. Здесь установлена металлическая помпа, которая продлевает срок службы данной мойки. Весит мойка 6,4 кг. Довольно-таки легкая. Но опять же, здесь есть транспортировочные колесики, при помощи которых можно легко переместить мойку по участку. Длина шланга и длина провода составляет по 5 метров. Этого вполне достаточно. Помыть, допустим, автомобиль и не таскать мойку за собой из угла в угол. Также мне здесь очень понравилась система Click & Clean. То есть легкая смена аксессуаров. Мы вставили, допустим, одну насадочку, нажали на кнопочку и поменяли другую насадку. Все делается за считанные секунды и мне это очень понравилось. Ну и также хорошо то, что есть сразу в комплекте вот такая вот бутылочка для химии. Потому что не каждый раз она идет в комплекте. Для первого пользования этого будет вполне достаточно. Ну и давайте сейчас попробуем данную мойку в работе, как она себя покажет. Итак, недавно спахивал огород. Как видим, засохла грязь. Очень много земли. Тряпочки, конечно, из-за ведерка мыть такое очень и очень сложно. Ну и сейчас, конечно же, попробуем, затестим. Помоем наш мотоблок. Здесь тоже, вот как видим, грязи много. Давайте попробуем. Так, подключил нашу мойку к водопроводу. Теперь давайте наденем насадку. Я надену для начала вот такую грязевую. Сейчас покажу. Как видим, легко все одевается. Налил немного моющего средства. Сейчас попробуем данную насадку. Теперь хочу вот эту насадку попробовать, как она будет работать. Еще раз напомню, у нее здесь есть регулировка формы напора струи. Так, устанавливаем. Все, пробуем. Сейчас на минимум поставлю, на минус. Посмотрим, как будет работать. Как видим, напор не сильный. Для каких-то деликатных таких вещей, это самое то. Ну и давайте теперь попробую на плюс, на самый большой паз ставить. Как видим, отмыло все без проблем. Все чистенько со всех сторон. То есть буквально 5 минут и наш мотоблок весь чистенький. Есть у меня также триммер. Вот, недавно косил, все засохло. Сейчас попробуем все это отмыть. Так, все отмылось. Смотрите, какая чистота. Катушка. Все отмылось. Просто шик. Друзья, ну и давайте подведем итог. Мойка мне понравилась. Она легкая, компактная, удобная. Все находится на своих местах. Также понравилась система кликан-клеен, когда при помощи одной кнопки мы меняем насадки. То есть вытащили одну, защелкнули вторую и продолжаем работать. Мощности данной мойки мне просто за глаза для моих целей. Тем более при такой стоимости. Ну а актуальную стоимость можно увидеть внизу под видео. Я оставлю ссылочку на магазин. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.